В этот день, 29 ноября 1783 года, княгиня Екатерина Дашкова предложила использовать в русском алфавите букву «Йо». 29 ноября 1855 года русские войска вынудили капитулировать гарнизон турецкой крепости Карс. 29 ноября 1941 года погибла Зоя Космодемьянская, советская партизанка. Немцы казнили ее в деревне Петрищево под Москвой. 29 ноября 1955 года московскому митрополитену было присвоено имя Ленина. В этот день, 29 ноября, родились Александр Брюлов, русский архитектор-художник. Гаврил Троепольский, писатель, автор известной детской повести «Белый бим, черное ухо». Иван Владимиров, замечательный русский художник. Несмотря на то, что большую часть жизни Владимиров прожил при царском режиме, он не был ярм сторонником монархии. Более того, открыто радовался революционному перевороту, о чем писала одна из петербургских газет. Владимиров все первые дни нового строя с белой повязкой на рукаве и с винтовкой исполнял гражданские обязанности милиционера. Большевики считали Владимирова своим товарищем до мозга костей. Он работал в милиции, составляя портреты разыскиваемых преступников. Составил в Ассоциации художников Советской России. Был автором серии картин о Сталине и Ленине. До сих пор многие исследователи творчества Владимирова полагают, что выставки полотен революционной направленности стали самым востребованным этапом в жизни живописца. Раскулачивание крестьян, погромы в помещих-усадьбах, марш пионеров, расправа над белогвардейцами. Эти картины и зарисовки, словно фотопленка, отражали реальную жизнь Советской России. Однако у мастера было несколько творчески удачных периодов. Первый случился в самом начале карьеры Владимирова, когда он, заклейменный коллегами как старомодный реалист, решил противопоставить себя символизму и модернизму и под вымышленным именем представил несколько реалистических картин на выставку художественного объединения «Мир искусства». Успех его начинания превзошел все ожидания. Картины были проданы, а узнав от самого автора о розыгрыше, основатель выставки Александр Бенуа не удержался от комментария торгому Ивану Алексеевичу. «Спешу приветствовать вас за вашу великолепную шутку над нахальными мазилками и жалкими пигмеями, вообразившими себя новаторами нашего родного искусства. Ваша шутка нанесла убийственный удар по всем декадентам и прочим мазилкам, врагам реализма в живописи». Второй этап в начале 20 века, когда в качестве художественного корреспондента Владимиров отражал батальные реалии русско-японской Первой мировой войны. Тогда на свет появились такие картины, как «В Манчжурии», «Разведка в ливень», «Вернувшись с войны» и многие другие. И, наконец, тот самый советский период, в котором заслуженному деятелю искусств России пришлось прожить остаток жизни. Но, как выяснилось после смерти художника, чекисты даже не догадывались, что творчество лояльного к власти творца не ограничилось лубочными картинками о революции. Более того, благодаря отличному знанию английского языка, Владимиров сошелся с американским историком Фрэнком Колтером, работавшим в Союзе по заданию 31-го президента США Герберта Гувера. Потрясенный событиями, перевернувшими Россию, Гувер решил создать целый научный институт, посвященный последствиям Первой мировой войны. Так появился цикл из полотен, отразивший бесчинство и произвол, происходившие в Великой Державе. Одна из картин под названием «Развлечение подростков в Эмиратском саду Петрограда» показала отношение детей Новой России к произведениям искусства. Не менее реалистично изображена интеллигенция, уничтожающая портреты офицеров в одном из залов музея или интеллигенция, копающаяся в мусорных баках. Всего же Владимировым было создано порядка 50 антиреволюционных рисунков и картин. В настоящее время все они хранятся в американских музеях. И возможно, что недалек тот час, когда скрытая ранее живопись будет представлена в экспозициях русских музеев. Ведь настоящий художник, работающий в жанре реализма, должен быть правдивым. И отражать настоящие события времени, чтобы через сто лет потомки могли узнать истину об истории своей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова